Это бомбоубежище находится несколькими уровнями ниже здания облсовета, этажа 2-3 под землю. Помещения для сна, рабочие кабинеты, толстые двери и специальные системы жизнеобеспечения. В случае чрезвычайной ситуации органы власти всех уровней смогут продолжать управление регионом. Ревизию бомбоубежищ Харьковщины областные власти начали ещё в конце марта, когда угроза вторжения стала очевидной. Главная проблема, с которой столкнулись, рассказывает губернатор Игорь Балута, это то, что не все защитные сооружения использовались по назначению. Многие бомбоубежища были за эти 20 с лишним лет, за 25 лет, фактически переданы и использовались не по назначению. Поэтому в некоторых случаях мы рекомендовали прервать договоры аренды, если они использовались как хранилище, во многих случаях овощи и так далее. Теперь это всё прекращается, они должны были вывезти данную продукцию. Специально для того, чтобы привести в порядок все бомбоубежища, ввести их в эксплуатацию, по прямому назначению при обладминистрации создана специальная рабочая группа. Её члены обязаны ещё раз проинспектировать сооружения на территории области и привести их в нормальный вид. За результатами инвентаризации будет складаться план заходов, что до приведения в належный стан этих объектов. И такие доручения отримают как районные администрации, так и все органы местного самоврядувания. Куда прятаться в случае нападения на сам город, харьковчане пока что не знают. Очевидный для всех вариант метрополитен. Более подробной информации люди ждут от властей. По-моему, где-то было в политехе бомбоубежище. Хисе было бомбоубежище. Не знаю. Штаб гражданской обороны на Салтовке у нас есть. А это ж надо какой-то план эвакуации знать. Надо новости смотреть, на сайт посещать. Там, наверное, укажут, какие адреса, все дела. Я знаю, что самое лучшее место для того, чтобы спрятаться, это метро. Это я только знаю. А где бомбоубежище, честно говоря, не знаю. Я думаю, что сообщат, будут какие-то работать, прохранительные органы будут помогать людям. На это надежда есть. Чиновники уверяют, над этим вопросом тоже уже работают. В обл. администрации уже разрабатывают механизм навигации по бомбоубежищам. Аналогичную работу должны проводить и чиновники мэрии. Працюют жеки, будинковые комитеты разом с дельничными инспекторами. Значит, они должны повестить население. Они знают, где находятся защитные споруды для того, чтобы перенаправить потоки людей. Закончить инвентаризацию и начать приводить бомбоубежище в надлежащее состояние в обл. администрации планируют уже до конца этой недели, говорит Василий Хама. Пока что, по предварительным данным, полностью готовы к эксплуатации 30% защитных сооружений. Еще столько же готовы частично. Все остальные нуждаются в ремонте. Светлана Дашкевич, Вячеслав Кузьменко, Агентство телевидения новости.